Омские карапузы в 14-й раз вышли на старт. В городе прошел очередной забег для самых маленьких. Перед участниками стояла задача проползти дистанцию на скорость. Родители ждали своих детей на финише. Ну а как поддерживали и настраивали маленьких спортсменов, знает Данила Выжевский. Идея соревнований для карапузов родилась в Омске. Вслед за мечами такие забеги стали организовывать и во многих городах России. Выйти на старт можно сразу, как только научился ползать. Максимальный возраст участника – три года. Первые конкурсанты уже в полной готовности. И вот старт дан. Спортсмены ринулись к финишу. А родители, чтобы ребенок прополз дистанцию первым, используют всевозможные приемы. Кто-то корчит гримасы, кто-то манит сотовым телефоном. Но самый популярный – погремушка. А самую нестандартную приманку придумала Юлия Кун, мама маленького Глеба. Ему всего 10 месяцев. Технику такого перемещения оттачивает с четырех. Сегодня он в числе лидеров. В качестве стимулятора – бутылочка на веревке. Он очень любит всякие бутылочки у нас. И мы решили, что это будет лучший способ, чтобы его приманить на финише. Он просто увидит, где бутылка стоит. Пустая, допустим. И он сразу же первым делом ее хватает и бежит за ней. Есть среди участников и опытные спортсмены. Мы уже третий год участвуем. Сначала старшая дочь у нас участвовала два раза. Сейчас вот третий раз. Последний год. Ну вот еще подрастающее поколение. Подобные соревнования обычно проводятся лишь раз в год. Но в 2017-м организаторы решили не останавливаться на ползании. Они уже готовятся к проведению гонок для детей. Осенью этого года мы попробуем организовать немного в другом формате мероприятие. Это будет, скорее всего, для детей до пяти лет. И, соответственно, не ползание, а уже гонки на специальных детских автомобилях-толокарах. В этих состязаниях проигравших нет. Подарки получили все. В призовых наборах все необходимое, чтобы расти настоящим спортсменам. Полезное питание, одежда и развивающие игрушки. Данила Выжевский, Дмитрий Головко. Новости здесь. Омск.